всех приветствую на канале рад вас видеть надеюсь у меня тоже сегодня будет обзор на игру которая недавно вышла в подписку star wars jedi survivor эта игрушка вышла уже относительно давненько да но недавно добавили подписку и заценим сегодня как она работает на самом мощной консоли данного поколения весит 134 гигабайта доступна подписки xbox game pass ultimate это принципе игрушка такого эталонного качества с классной картинкой на принципе на старте продаж покорила сердца многих и сейчас есть возможность по подписке поэтому давайте все-таки воспользуемся этой прекрасной возможности посмотрим стоит ли ее покупать то еще не покупал а тема кого есть подписка стоит ли вообще скачивать и начинать играть я думаю среди моих подписчиков весь многие фанаты star wars я в целом хочу сказать что мне нравится данная серия фильмов и игр не скучно я прям фанат да но я люблю люблю данные фильмы как бы и смотрел пересматривал несколько раз и получал кучу удовольствия поэтому мне эта тема близко обязательно подписывайтесь на канал перед началом данного пуска ставьте лайки пишите комментарии также подписывайтесь на социальные сети ссылочка на телеграм-канал на дискорд сервис будет в описании я уже прошел кат сцены того чтобы сэкономить ваше мое время мы быстренько заценим сам геймплей и саму роботоспособность ну и конечно же оптимизацию как же без нее давайте для начала посмотрим что у нас есть в настройках у нас есть два режима performance монт это 60 кадров 2к разрешения и 4к 30 кадров очень достойная оптимизация хочу сказать это принципе эталонная оптимизация можно сказать 2к 60 и 4к 30 это прям очень круто сейчас посмотрим как это все на практике будет работать будет ли видно какая-то разница в картинке и насколько хороши эти 60 кадров вот так вот выглядит игрушка в режиме performance монт это режим 2к 60 напоминаю еще раз вот так выглядит световой меч все супер никаких подромаживаний нету картинка реально очень сочная очень красочная прям хочется играть на круто проработанный мир вот куча всяких элементов там какие-то машины круто что он не плоский этот мир то есть можно прыгать вверх вниз там сражаться с различными противниками на разных плоскостях это очень круто очень радует на самом деле что разработчики сделали на это акцент смотри какой то можно расправляться с нашими штурмовиками так получай можно использовать магию можно использовать световой меч я эту игрушку еще не играл потом это первый мой запуск так я уже упал sorry так еще раз не так как не понимаю а все супер немножко дальше нужно прыгать единственный минус в этой руске сразу скажу ребят нету русской озвучки нету русской озвучки русской локализации абсолютно слова совсем не субтитров ничего абсолютно нет возможности это получить поэтому это такой глобальный минус но в целом ребятки если играть в игрушку наслаждаться и помните как в детстве было раньше играли в игры не было никакой никаких репаком никакой русской озвучки все играли на английском как бы и кайфовали самого процесса игры то в принципе нормально если вы фанат звездных войн вам нравится данная серия я думаю принципе сносно можно поиграть и ничего страшного в там не будет но если вы прям вас очень трудно с английским вы хотите прям вникать полностью в сюжет то конечно вам будет сложновато в нее играть но ребятки по подписке грех жалоба за так сказать так у нас к эта медитация происходит такое какое-то умение получаем до получаем какое-то умение там нас дерево давайте скиллы посмотрим что нам можно прокачать так выживший какой-то лай сайбер это клинок цветовой клинок и сила давайте с прокачаем наверное клинок а раз отдельные очки на каждые на каждое дерево есть окей давайте сингл прокачиваем прокачиваем это умение чё нам дают а более 1 атака окей понятно принципе все просто и все максимально понятно так поехали моде проверим все супер можем идти отлично прям реально игрушка выглядит очень отлично дым такое освещение очень классно сделано мне нравится оптимизация реально хорошая пока что даже в динамических сценах никаких просадок я не заметил мне нравится я прям удовлетворен но эти посмотрим как это все будет выглядеть в режиме качества если какая-то заметно разница в картинке в графике так визуал ставим подожди quality все вот ставим качество и смотрим этому 4к 30 кадров до реально заметно тени освещения здесь это наверное одна из таких первых игр которые прям колоссальную разницу заметил при переключении режим качества картинка стала более четкой более детализированы убрали мыло освещение блики тени стали более реалистичными более проработанными даже сам персонаж он стал более четким более проработанный вот костюм этот его тело то есть обычно знаете когда переключаешь на режим производительности персонаж все равно остается более-менее детализированным а это все сказывается на детализация окружающего мира на прорисовке на тень на тенях на освещений здесь же это прям такая знаете комплексное изменение то есть реально видно что есть изменения в графике не об и честно скажу играл в режиме качества потому что в режиме вызyes точнее режиме производительности потому что режиме качества у тебя будет всего лишь 30 кадров и в каких-то динамических сценах тебе будет сложновато Star Wars это игра динамическая в принципе здесь постоянно какие-то прыжки сражения и тебе будет не совсем комфортно но выбирать вам как бы я лично выбираю режим все-таки производительности для меня это более привычный формат 60 кадров можно этой игрой полностью насладиться без каких-либо напрягов но тут уже выбирать вам давайте еще с кем-то посражаемся немножко и будем делать какой-то вердикт очень круто что игры подобного жанра подобного уровня добавляют подписку то есть не просто какие-то проходные проекты вот пример было добавлено лара кvisible отличная игра просто отличная для прохождения обзор был на канале также посмотрите добавили джедай то есть как это круто что разработчики прям добавляют более годные проекты подписку это поднимает ценность этой подписки и добавляет нам более интересные проекты которые можно поиграть и кайфануть так здесь почему-то я не понимаю что нужно сделать а нужно в эту штуку кинуть я понял используем силу да все супер ну так можно использовать силу для того чтобы передавать какие-то препятствия принципе ею можно так досталкивать своих врагов в каких-то обрывов так открываем нас есть такой робот помощник при помогает нам открывать ящики и упрощает нам жизнь в этом суровом мире так стоп нет сюда нельзя окей круто реально круто сделано я очень честно я очень сильно удивлен оптимизации этой игре дома будет намного хуже поэтому ребятки если вам понравилось данное видео ставьте лайки пишите комментарии также подписывайтесь на социальные сети ссылочка на телеграм-канал на дискорд сервер описаний ну а я рекомендую поиграть все-таки джеда и сурвавер на xbox series x до новых встреч всем пока